Октябрьский мост всегда привлекал отдыхающих. Здесь любят гулять, кататься на велосипеде, но также мост является объектом внимания для экстремалов и людей, решивших свести счеты с жизнью. Так, в минувшую субботу около 17 часов череповчанин поднялся по вантам Октябрьского моста. 31-летний мужчина находился на высоте 15 метров и уверял, что покончит с собой. Очевидцы вызвали экстренные службы. Периодически череповчанин делал вид, что прыгает вниз. Спустить его удалось при помощи пожарной лестницы. Причем спасателю помог неравнодушный автолюбитель. Пытался уговорить его спуститься вниз, на что он отвечал отказом, поэтому пришлось с силой практически держать его в таком положении. Внизу было развернуто спасательное полотно натяжное, чтобы предотвратить падение. Ну и впоследствии с помощью, опять же, очевидцев был молодой человек затянут на эту пожарную лестницу с силой. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Толкнуло его на такой отчаянный поступок тяжелой жизненной ситуации, а именно наличие кредитов. У каждого самоубийца свои причины. Всего, по словам врачей, в год на лечении в психодиспансере находится около 20 таких пациентов. Но ставят свою жизнь в опасность не только во время суицида. Чем что-то интереснее, чем выше, что-то глубже, опаснее, тем это больше привлекает людей. Те, кто в состоянии куда-то залезть, они всегда лезут куда-нибудь. Некоторые по болезненным причинам лезут, некоторые с целью чего-то там доказать себе, друзьям, человечеству всему. К слову, больше всего рискуют и тянет на подвиги молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Последний раз на Ванте год назад забрался профессиональный альпинист. Тогда он залез практически наверх пилона. Часто бывают и другие нарушения. Каждую неделю спасатели снимают молодежь, гуляющую по галереям моста. Такие прогулки могут закончиться трагедией. 8 августа молодая парочка забралась под мост. По металлическим конструкциям они добрались до его середины. Там молодой человек ударился головой и упал в воду. Глубина в этом месте реки была небольшая, что и спасло юношу от гибели. Помогать молодым экстремалам приходится спасателям и другим городским службам. Для обеспечения безопасности на мостах организовано видеонаблюдение. За ситуацией следят полицейские. В те места, куда проход мостовых сооружений закрыт, то есть закрытые части, вантовые сооружения, сооружения пилона, они находятся либо под сигнализацией, либо туда проход ограничен с установкой решеток, с установкой дверей металлических и установлены соответствующие замки. К сожалению, наши граждане это не ограничивают и примерно один-два раза в неделю замки приходится менять. Решить проблему коммунальщики пытаются с помощью антивандальных замков. Но везде запорное устройство не поставить. Те же ванты, как показывает практика, остаются доступными, как и множество других смертельно опасных развлечений. Нина Ихлаков, Виталий Присмотров, Новости.